Предварительно установлено, что в доме села Лопатки Лебяжьевского района на момент возгорания в 4 часа дня находилось четверо малышей, два мальчика 6 и 3 лет и две девочки возрастом 6 месяцев и полтора года. Здесь работало три экипажа, два муниципальных поста и ПЧ-29, плюс добровольная пожарная дружина на двух тракторах с бочками подвозили воду, чтобы бесперебойное тушение пожара было. Пожар на соседние постройки не перешел, соседние дома не пострадали, то есть сработано было профессионально в том плане, что локализован был пожар. Тем не менее малышей спасти не удалось. Выяснилось, что все четверо были заперты в доме на замок. Мать, по словам односельчан, любительница спиртного находилась у соседей через дорогу. Старшего ребенка, 6-летнего Илью, не раз замечали за игрой со спичками и этот раз стал роковым. По предварительным данным взорвался баллон с газом, соседи слышали громкий хлопок. Тушили пожар всей деревней, а после дети, жившие рядом, помогали искать тела погибших. Будучи знакомы с малышами, они знали, где те могли спрятаться от опасности. Шифер трещал даже на нашей деревне. А в вашей деревне где? На прицахозе. Останки первых двух детей, черепная коробка и часть позвоночника, были найдены в одной из комнат дома, на стоящему окна диване. Тело их сестренки обнаружили в подполе, провалился сгоревший пол. А последний из малышей прятался от огня за печкой. Глава семейства в это время находился на заготовке дров. Он-то сам-то благополучный, рабочий, трудолюбивый, любил детей сильно, работал, деньги зарабатывал, ей звонил, чтобы она не пила. Его характеризуют как примерного семьянина. Сегодня мужчина намерен сменить место жительства и подать на развод. И это не единственное наказание нерадивой матери. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по данному факту возбуждено уголовное дело в отношении матери детей по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.